Ребят, вы когда-нибудь видели, как живет Ставропольский начальник ГИБДД, а хотите покажу? С точки зрения вкуса человека есть, конечно, кое-какие вопросы, но мы не о вкусах тут собрались спорить. Внимание на экран! Все как в России, даже золотой унитаз имеется, собственно, вот так вот коротает время начальник ГИБДД не самого богатого региона в стране, вернее, коротал, для полного понимания, друзья, простой мент, полковник в небольшом южном городишке. Это не мегаполис, даже захолустье, периферия, 500 тысяч населения в том Ставрополе, весь край меньше трех миллионов, ведь живут же люди. К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующие денежные вознаграждения, тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей уголовного кодекса. Вообще, по моим подсчетам, полкан на Ставрополье даже с должностью может получать 1100-150, немало, конечно, однако особо все равно не разгуляешься на золотой унитаз, вряд ли хватит. А на самом деле, просто боюсь себе даже представить размах коррупционеров в регионах посерьезнее. Я не про Москву сейчас, там какой-нибудь Питер, Екатеринбург, Новосиб. Вот это вот и называется стабильностью, за которую ребята так ратуют, видимо. Начинаем! Ну да ладно, я же обещал в прошлый раз, что в этом выпуске мы будем говорить о пандемии коронавируса в смысле под объем бабки. И где, и когда нас на ее обманули в смысле, тогда в Курганскую область приглашаю, и там региональные власти продают здание Макроусовской центральной районной больницы площадью почти в тысячу квадратных метров. Фотографию больницы вы можете видеть сейчас на своих экранах, и не поняли, тогда еще раз. На дворе страшная пандемия, во всяком случае, так нам говорят из каждого утюга, жуткий смертельный вирус по России шастает. Для того, чтобы с ним справиться, власти даже на крайние непопулярные жесткие меры вынуждены идти. Ааа, глава сельского поселения Макроусова, 5000 человек на минуточку, вместе с властями Курганской области больницу толкают. Причем за копейки, за миллион, даже меньше там 800 тысяч, по-моему, объявленная цена что ли. Ух ты, еще раз. Нас они вирусом кошмарят, а сами больницами разбрасываются. Нафиг она нужна оказывается. Впрочем, ну это же нормально для путинской России. В российских больницах заняты практически все места для пациентов с диагнозом COVID-19. Сейчас разворачивают дополнительные койки. Под инфекционный стационар отдадут Николаевскую больницу в Петергофе. В Орловской области оборудуют еще 250 мест для заразившихся. В Ярославской области увеличат количество коек до трех тысяч. Зато у Путина, как всегда, все хорошо, его как не послушаешь, он все время на коне. Все время о каких-то победах рапортует. В очередной раз пандемию победил. Экономику на новый уровень вывел. Кстати, нынешняя победа над пандемией уже третья или четвертая в общей сложности. Ну, если считать с марта 20-го. Действительно. Ну и зачем тогда нужна та больница в Макроусове? Надобность-то в ней отпала, а с недобитой бациллой всегда можно с заговорами бороться. Сильный президент, сильная Россия. Кто, если не Путин? Вот только еще вакцинируемся по разу, а потом ревакцинируемся и все. Начнем выздоравливать как мухи. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась. А если серьезно, в последнее время все чаще, когда Владимир Владимирович что-то говорит, особенно вот так, вот воодушевленно, мне прям хочется расхохотаться, знаете ли, думаю, ни одному мне. Согласитесь, даже поздний Ельцин настолько глупым никогда не выглядел. А с другой стороны, то, что мы наблюдаем в лице человека, которого ошибочно называем главой государства, это всего лишь продукт, выстроенный им же самим системой лжи и обмана. Похоже, ребятишки уже настолько забрались, что тупо путаться начали в собственных помоях. Это реальная журналистика. Как еще нас кидают во время пандемии? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Долго ржал над Голиковой. Че это, спросите вы? Да потому что она, по-моему, совсем поехала. Слышали ее крайнее заявление? Рассказываю. Короче, Татьяна Арбидоловна вдруг осознала, что нам нужен некий санитарный щит, какая-то хрень, которая, по мнению вице-спикера, должна нас защищать от воздействия вредоносных вирусов и бактерий. В течение четырех часов Голикова готова данный щит развернуть, а любую вакцину теперь за четыре дня сделает. Всю страну этот щит будет защищать. Ой, не спрашивайте меня, как и что это за бред. Я долго искал инфу, дабы понять, что конкретно предлагает миссис «Нам не повезло 20 лет назад». В общем, как должна работать эта штука, а главное, за счет чего я так нигде и не нашел, зато нашел главное. Этот звездец обойдется налогоплательщикам в 20-30 миллиардов рублей по предварительным подсчетам. Браво, тетя Таня! Похоже, вы опять немножечко заработаете. Для 80% россиян станет доступной быстрая в течение 24 часов и качественная своевременная диагностика инфекций. Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Чего, блядь? Чуть не забыл про своего любимого Клишаса. Этот замечательный политик снова отличился и теперь предлагает сажать на реальные сроки людей, которые дают в соцсетях фейковую информацию о короне и обо всем, что с ней связано. Честно, да я первый за. На днях тот потешался над пропагандистами из Этартас, которые догадались статью из Панорамы перепечатать у себя. Панорама – это такой современный журнал-крокодил. Они всякие небылицы придумывают, публикуют, позиционируют себя как сатирическое издание. Проблема в том, что нынешние новости в реале не особо от панорамного бреда отличаются. Вот и попутали халуи. Впрочем, не об этом хотел сказать. Давайте более конкретный жизненный пример приведу. Ты заходи, если что. Итак, эту историю нарыла моя зрительница, которая на поверку оказалась очень внимательной. Рассказываю. Сама зрительница живет на Камчатке. Является моей коллегой-журналисткой. И вот как-то анализировала она, значит, официальные данные по ковиду в своем регионе. И ее насторожил в следующий момент. Федеральный коммерсант написал, что на Камчатке коронавирусом заболели аж 80 тысяч человек, умерли 5 тысяч. Я бы, может быть, и не обратил на оное внимание, но зрительница-то моя сама живет на той Камчатке и прекрасно знает, что все население по острову это всего 311 тысяч граждан. То есть что получается? Что вирус хапнул каждый третий? Фигаси. Согласитесь, это уже история из разряда «пора валить, попахивает, в пору чрезвычайное положение выводить». Тогда девушка решила изучить вопрос более обстоятельный. Как думаете, чего нашла-то? Правильно, другие данные местные, которые, как выяснилось, существенно разнятся с федеральными. Так, например, количество заболевших, согласно цифрам камчатских медиков, составляет только 15 тысяч человек за всю пандемию или в 6 раз меньше приведенных коммерсантов. Количество смертей ниже в 12 раз, около 300 зараженных всего умерли. А вот теперь самое интересное. На самом деле и те, и другие цифры официальные. То есть как бы и то правда, и другое. Ух ты! А почему тогда такие расхождения? И в какой-то момент я все-таки догадался, а это удобно, потому что... Например, когда нужно загнать народ на самоизоляцию, или там заставить вакцинироваться, или обложить данные, а данью вот данные номер один, в которых все очень плохо, как даже понадобится, скажем, сказка, будто все пошло на лад, или там захочется провести, например, день в МФ, какой-то другой парад, существуют данные номер два, но и это еще не все. Кроме того, имея на руках два варианта официальных данных, всегда можно бороться с такими, как я, например, поскольку досошлись я на любые из этих данных, меня в любой ситуации можно прижучить за фейк, типа вот эти настоящие. А у него какое-то вранье? Браво, ребятишка! Ну и под занавес еще один интересный момент. На днях на глаза попалось выступление одного врача, не доктора Мясникова, а действительно врача-практика. Нет, я не буду вам показывать, как человек умничает, корча из себя иммунолога или инфекциониста, да и не про коронавирус он будет рассказывать. Мужик просто разбирает на атоме видеосъемку, в которой один публичный товарищ показательно делает себе прививку атомодной болезнью. Да чего я ваше время ворую, сами смотрите и слушайте. Он вакцинируется в комнате, которая действительно забрана плиткой, то есть она могла бы быть процедурным кабинетом за маленьким исключением. Они это делают у окна, рядом с которым висит на вешалке стационарный пиджак Алексея Ильича. В процедурном кабинете пиджак не может висеть около окна. Это значит, надо через весь процедурный кабинет пройти и повесить этот пиджак мимо стерильных биксов, мимо столика с инструментами, чего не допустит ни одна сестра. И вакцину ему ставит не сестра, а пожилой мужчина без колпачка. В процедурном кабинете без колпачка медицинский работник находиться не может. Вакцину ему ставит человек без перчаток. Это тоже невозможная ситуация, потому что за это увольняют с работы. Один раз только увидели не на камеру, а просто вот человеку увидели без перчаток в процедурном кабинете, не имеет права вообще шприц раскрывать без перчаток. Хорошо, то есть ему ставят инъекцию указательным пальцем. Указательным пальцем ни один медицинский работник давить на поршень шприца не будет. Это тоже вызывает вот такой некой отрок, потому что выдавить жидкость через тоненькую иглу в атмосферу можно, а преодолеть сопротивление ткани, да если ты еще под фасцию попал, выдавить указательным пальцем невозможно. Да и на автомате мы берем шприц между указательным и средним пальцем и давим между ними большим пальцем. Это всегда так. Я столько шприцов раздавил, я бы их ни одного не раздавил указательным пальцем. Теперь вопрос в том, что когда делается инъекция, ну вы же покажите место, это же не сложно. Он место закрыл другой рукой. Левой рукой закрывает место и вводит. И по направлению шприца видно, что он вводит не в руку, а сбрызгивает просто-напросто в сторону окна. При этом любая инъекция делается раздев больного. Никогда не приспускают рубашку, потому что если попал в сосуд, то эту рубашку можно испортить. Тем более такому уважаемому профессору. Вот вы знаете, в данном случае даже ничего не хочу комментировать. Считаю, что выводы должны делать вы сами. Единственное, о чем спрошу, ребят, ну если все у нас настолько прозрачно, если все настолько понятно, если все настолько бесспорно, блин, ну самая лучшая у нас вакцина, зачем тогда столько вранья, впрочем. Это была реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Лайки, репосты приветствуются. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok